Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это для меня исторические и очень памятные кадры. Я сняла это видео 8 марта, когда мы в последний раз были в Падуе. И очень многие падаванцы в последний раз гуляли по улицам Падуи. После 8 марта наша жизнь здесь, в Италии, очень сильно поменяется. И вот такие простые прогулки кажутся чем-то из, на самом деле, прошлой жизни. Я не просто скучаю по тому образу жизни, который я вела, который вела моя семья, но на самом деле это нечто большее. Мы находимся в ситуации, в которую очень сложно поверить. Мы просыпаемся с утра, дети расходятся по своим занятиям до того, как я позову их на завтрак. Сейчас Егор делает уроки, а Данечка, по всей видимости, ему помогает. У детей очень сильно отрасли волосы, и мы должны были их подстричь как раз-таки на каникулах, которые были карнавальными в районе 23 февраля. Дети практически все были дома, но уже тогда начали поступать тревожные новости, и мы отменили визит к парикмахеру. Мы решили подождать и подстричься через какую-нибудь недельку чуть позже, а потом еще через недельку. И в итоге все знают, что сейчас Италия – это страна, где практически все закрыто. С сегодняшнего дня я записываю это видео. В воскресенье меры еще более строгие. В некоторых регионах запретили пробежки. То, что вызывало большую полемику в комментариях на моем канале, в итоге было запрещено. На самом деле я сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что я была среди тех людей, которые в силу многих причин недооценили тяжесть ситуации. Мы можем много размышлять над тем, почему и что случилось и произошло, но факт остается фактом. Сейчас мы все находимся в ситуации, что если каждый не внесет свою лепту, прежде всего не останется дома тогда, когда нужно оставаться дома, то сколько эта ситуация еще продлится, неизвестно. Новости очень тревожные и новости очень и очень печальные. Все больше и больше ужесточаются меры в отношении карантина. Нас призывают оставаться дома. И на самом деле я теперь уверена и убеждена, что изначально именно этого посыла не хватило на всем. Возможно, если бы мы все оставались дома, если бы мы больше времени проводили дома, то ситуация не была бы такой трагичной, какой она является сейчас. Мое утро продолжается. После завтрака я решаю спускаться и забрать из гаража игрушки, потому что детям нужно играть, чтобы они не маялись. И да, вот такая моя каждодневная рутина. Тебя включает не просто уборку, а также протирание ключей, дверных ручек и вообще общественного пространства у нас в лифте. У нас в подъезде есть очень пожилая сеньора. И она находится, конечно же, в группе и в зоне риска. И каждый раз, когда я делаю вот такие небольшие, скажем так, свои действия, которые, безусловно, выражают мою гражданскую позицию, я открываю окно, проветриваю. Я также открываю лифтовую дверь, я ее блокирую на нашем этаже, поскольку у нас открывается окно, тоже проветриваю. Протираю все каждый день, все пространство, которое гипотетически, которого гипотетически могут касаться мои дети, наши соседи, я сама, мой муж и так далее. В общем-то, уборка также общественного помещения, то есть помещение общего пользования, ускользает у меня это нужное слово русское, это теперь тоже моя каждодневная рутина. Жду того момента, когда приедет лифт. Сейчас я его заблокирую при помощи тележки, протру все внутри, протру зеркала, кнопки и так далее. Все, что можно протереть, даже стенки лифта я теперь протираю, потому что там внизу дети облокачиваются, дети касаются, и потом поеду вниз в гараж. Дорогие зрители, пожалуйста, имейте в виду, что если вы можете избежать пользования общественным лифтом, то желательно это сделать, потому что лифтовые шахты и помещение самого лифта – это то, что практически не проветривается. Мы должны понимать, что если кто-то чихнул 20 минут назад, мы знать об этом не будем, но вирус остается в воздухе. И опять же, если у вас есть возможность, и вы живете в многоэтажном доме, пожалуйста, останавливайте лифт на своей лестничной площадке, открывайте окна, блокируйте дверь лифта хотя бы на 15-20 минут, и таким образом проветривайте. Я думаю, что это даже не доставит неудобств вашим соседям, потому что сейчас в теории никто не должен выходить, никто не должен пользоваться лифтом в том числе. Опрыскиваю несколько раз, оставляю видно стекающие капли на ручках, также на поверхности самой двери. Я таким образом обрабатываю, получается, гаражную дверь, которую очень часто открывают мои дети. И сейчас я пойду в гараж для того, чтобы обработать все велосипеды и все, получается, самокаты. На самом деле все-все-все, чем пользуются дети. Сегодня у нас не очень хорошая погода, но даже если бы она была хорошей, мы бы никуда не пошли, потому что у нас запрещено выходить. Прогулки с детьми не включены в разряд необходимых передвижений, поэтому дети должны оставаться дома, родители с детьми также, с собаками по-прежнему можно прогуляться. Спорт на открытом воздухе пока в пределах 200-метровой территории рядом с домом. В моем регионе, по крайней мере, разрешен, но из моего региона нельзя уезжать. И не уверена, что можно въехать. Возможным исключением является резиденция, то есть прописка. Я обрабатываю все велосипеды, потому что мои дети сегодня будут гулять в гаражном пространстве. Как вы видите, я хорошо сделала, правильно сделала, что по максимуму обработала все, потому что дети касаются всего, чего только можно. И, кстати, в отношении ситуации, которая сложилась в Италии, недавно я читала интересную статью, которая говорила о том, что в Италии, помимо того, что большой процент жителей пожилого возраста, эти граждане Италии очень часто имеют прямой контакт с маленькими детьми, которые могут являться переносчиками коронавируса, который для них, к счастью, не так опасен, но более опасен для их дедушек и бабушек. Дедушки и бабушки часто, кстати, вот здесь Данечку я очень сильно отругала за то, что он, как вы видите, облизал молнию, руки, и, в общем-то, все, что мог, то он и облизал. Но дети есть дети. Так вот, очень часто именно пожилое поколение Италии, по всей видимости, имело вот этот контакт, нежелательный контакт, контакт, прежде всего, с внуками, которые остались в огромном количестве дома с дедушками и с бабушками, когда был первичный карантин, не такой строгий, а родители пошли на работу. Сейчас большинство предприятий с сегодняшнего дня, сегодня ночью вышел новый декрет, они закрылись, то есть еще меньше предприятий имеют возможности работать. И вот как раз-таки, возможно, этот момент и был поворотным, согласно той статье, которую я прочитала, что именно маленькие дети остались с жителями Италии, с гражданами Италии, которые и попали в группу риска. Ну что ж, вот таким образом мои дети будут гулять, сейчас они достанут мяч, сейчас они достанут также раскладные футбольные ворота. Наши соседи не против, мы единственная семья с детьми у нас, и мы, я думаю, никому сейчас не доставляем неудобств, потому что никто никуда не ездит, не выходит, и машины даже с гаражей не выезжают. И это реальность сегодняшняя, не только моих детей, я думаю, что это реальность многих детей, потому что как раз-таки вот эта ситуация, когда детей, что называется, выгуливают в гаражном пространстве, я подсмотрела у своих соседей, когда жила еще на самой первой съемной квартире, в дождливые дни папочки спускаются с колясками очень часто, либо с велосипедиками, которые нужно толкать, и вот таким образом гуляют с деточками, таким образом будет сегодня гулять моя семья. Я прощаюсь с ними и поднимаюсь готовить праздничный обед. Не просто праздничный обед, а праздничный десерт, потому что мои дети очень восприняли хорошо тот факт, что я получила 100 тысяч подписчиков, они все за меня переживали, они все меня поздравляли, мои дети совершенно точно представляют, что такое мой канал, что для меня это работа. Вот Габрель сегодня целое утро мастерил для меня открытку, это счастливая я, и по всей видимости, там у меня тысяча, точнее 100 тысяч подписчиков. Ну что ж, все традиционно, я беру три яйца, желательно, конечно, было бы сюда замешать стакан сахара, которого у меня нет, но я поэтому добавляю мед на глаз, потому что более сладкий бисквит, более, менее, точнее, сладкий бисквит, это все зависит от вкусовых предпочтений, мои дети очень рады просто выпечке, потому что, ну, потому что они просто рады выпечке, и добавляю чуть больше, чем стакан муки, потому что сыпала на глаз, и чуть больше у меня получилось. Тесто очень тугое, ничего больше в него не добавляю, это, что называется, классика жанра, база-база, и в противень выливаю небольшое количество оливкового масла, и таким образом буду сейчас выкладывать, выкладывать тесто. Признаюсь, слишком много я налила оливкового масла, нужно чуть-чуть поменьше все-таки было взять, но как есть, кто запекает, знает, что чем больше масла, тем вкуснее получается корочка. Выкладываю тесто, выкладываю бисквит, очень многие написали, я на то, что вы делаете это не бисквит, поэтому хорошо, пусть это будет просто тесто, и растягиваю его вилкой, в общем-то все традиционно. Тесто растягивается сложно, и в это тесто, кстати, можно было бы добавить, если вы допускаете в своей диете сливочное масло, то с таким добавлением каких-нибудь 100 грамм, возможно 200 грамм, здесь опять же зависит от того, какое тесто вы хотите получить, все получилось бы более вкусным. Сверху выкладываю биоджем, на этот раз у меня был персиковый джем, именно его я использую, действую по принципу, который очень нравится моим детям, джема много не бывает, поэтому добавляю еще и еще, растягиваю при помощи вилки, и отправляю в духовку. Выпекаю примерно, даже не знаю, сколько минут, все зависит, конечно же, от духовки, от ее мощности, 300 градусов до появления золотистой корочки, и до готовности. После обеда занимаюсь своим любимым делом, закапыванием биоотходов, непосредственно сегодня, сегодня я подкармливаю кипарисы. Вообще, я совершаю вот такую работу каждый год, необходимо вынуть все камни, замочить их в воде с хлоркой, камни станут белыми-белыми. Не знаю, буду ли я заниматься этим в этом году, учитывая, что дети дома, и лучше все эти процедуры делать с хлоркой, когда никого нет поблизости, но, по крайней мере, продолжаю закапывать биоотходы по принципу Zero Waste, своего месяца Zero Waste, для меня он продолжается. Потом я вам дам чистые камни, вы сможете их покрасить. Мама, как они глянцы? Ну да, пока видишь, вон какие. Бле! Да уж. Завершить это видео хочу кадрами, которые тоже сейчас кажутся фантастическими, как будто бы из другой жизни. Я думаю, что за время карантина мы все настолько привыкли находиться дома, что нам будет как будто бы боязно, настолько непривычно покидать территорию своих собственных квартир. Но, тем не менее, когда-то, да, мы ходили с детьми в супермаркет, ни о чем не думали и ничего не боялись. Желаю всем именно такого настроения, ничего не бояться. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok